Алексей Эбель – фотограф и орнитолог, специалист по птицам. Ученый, но совсем не кабинетный. Много времени он тратит на поиск мест гнездования редких птиц. Например, здесь, на малоприметном участке Барнаульского ленточного бора, находится гнездо очень редкого вида аиста, черного аиста. Видо, занесенного в Красную книгу России. Все, мы приехали на место, сейчас мы тихо выходим, дверьми не хлопаем, выстраиваемся и потихоньку идем в гнездо. По словам Эбеля, в окрестностях Барнаула в этом году насчитали 11 гнезд. В них обитает 14 взрослых птиц и 23 птенца. Он говорит, нигде в Сибири эти пугливые птицы не гнездятся в таком количестве так близко к людям. Сыграли свою роль водные артерии – Барнаулка и Офь, а также особые ландшафты ленточных боров, в которых можно найти нетронутые цивилизации участки. Ой, и комаров здесь, а. Если прислушаться, то слышно лай собак, шум машин, поездов. Мы формально в черте городского округа. И вот, пожалуйста, такой заповедный уголок. Главный, пожалуй, враг Черного Аиста – человек. Их гнездовые участки нередко попадают в зону вырубки. Причем лесорубы порой не знают, что нарушают закон. Чтобы избежать трагедии, Алексей и волонтеры, а также просто неравнодушные люди сообщают в Краевой Министерство природы о найденных гнездах. И пока птенцы, оперившись, не улетят на зимовку, отслеживают их судьбу. В этом гнезде их четверо. Ждут, когда кто-то из аистов родителей вернется с добычей покормить. И вот, свершилось. Если не ходить у гнезда, не орать, руками не махать, ничего резкого не делать, постепенно их приучать, то есть они достаточно быстро привыкают и вполне естественно себя ведут. По словам Алексея Эбеля, получить такие кадры, особенно с близкого, а расстояние меньше 20 метров – это большая удача. В отличие от своего белого родственника, черный крайне осторожен и пуглив. Самка может сутками не приближаться к гнезду, если рядом человек. Но, отмечает ученый, если быть осторожным, можно стать свидетелем процесса. Нам повезло вдвойне. Мы увидели, как птенцы совершили один из своих первых полетов. Пошел. Алексей Эбель отмечает, у пернатых осталось чуть больше месяца, чтобы научиться летать и охотиться. Осенью они отправятся на зимовку. Где родина барнаульских черных аистов, ученым еще предстоит установить. Но, предположительно, это Ближний Восток. Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости. Продолжение следует...